Россия до конца года собирается заключить договор о поставке Китаю 24-х истребителей Су-35. Об этом стало известно уже в первый день работы одного из главных в мире авиакосмических салонов, который стартовал в Лебурже. Французы в противовес выставили свои новые истребители «Рафаль», которые пока прав даже ажиотажа не вызвали. А всего свои новинки в этом году продемонстрируют около 50 стран. Кто и чем собирается удивлять публику в репортаже Анастасии Поповой. Главный акцент на экологии, но главный упор на военной технике. Хозяева авиасалона французы поднимают в небо истребители. Следом за ними идут военные транспортники. Пропустившие из-за кризиса прошлый салон американцы привезли на Лебурже сверхновые беспилотники. Россия представила макеты своих истребителей, систем ПВО, боевых и транспортных вертолётов, способных работать в любых погодных условиях, даже ночью. Машина способна внести полезную нагрузку до 20 тонн и внутри фюзеляжа, и на внешней подвеске. Кстати, американцы Чинук показывают. Вот эта машина Чинук вытаскивала, но Чинук эту машину никогда не вытаскивал. В традиционное противостояние Аэрбаса и Боинга вклинивается Суперджет. Он теснит конкурентов и претендует занять 10% рынка в своём сегменте. 60 машин уже в воздухе. При этом реальный спрос на них около полутора тысяч самолётов. Каждый следующий год количество наших машин, летающих в воздухе, увеличивается. Соответственно, нарабатывается А. Операционная статистика. Б. Создается рыночная остаточная стоимость. Это то, что необходимо видеть большим флитбайерам, эксплуатантам, для того, чтобы принимать решения в пользу нашего воздушного суда. Салон для мексиканской компании выполнили итальянские дизайнеры. Стильные кресла, широкие полки. Для суеверных они убрали 13-й ряд. Туалеты сделали больше. Их разделили. Женский с большим пеленальным столиком, теперь в хвосте, мужской спереди. За надёжность и манёвренность мексиканские пилоты прозвали Суперджет маленьким танком. На линии сборки в Комсомольске сейчас находится уже сотый самолёт. В портфель заказов у нас порядка 150 машин. На максимум мы готовимся подписать несколько крупных контрактов для реализации самолётов как внутри страны, так и за рубежом. Ожидаемая новинка ближайших лет – российский МС-21. Его конкуренты А-320 и Боинг дороже и тяжелее. Вместо алюминия здесь крыло из композитов. Это экономит топливо на 5-7% и настолько же сокращает расходы на эксплуатацию. Общее число уже подписанных контрактов больше 270. За 175 самолётов уже внесли аванс. Первый российский среднемагистральный самолёт МС-21 уже собирают в Иркутске. В следующем году он будет проходить лётные испытания и сертификацию. Но уже сегодня, благодаря вот такому симулятору, можно начать подготовку лётных экипажей. Кабина пилота-симулятора в точности повторяет настоящую. Обучение пилота занимает в среднем полгода. Мы сейчас выполняем заход на посадку в аэропорт Шереметьево. Мы вернулись домой. По сравнению с конкурентами, у МС-21 будет самый широкий фюзеляж – 4 метра. Как говорят конструкторы, русский размах. Двигатели делают в Перми, шасси в Нижнем Новгороде, двери в Ульяновске. География почти вся Россия. Это Ульяновск, это Воронеж, это Иркутск, это Москва. У нас практически самолёт на сегодняшний день, 60% – это всё производство российского. Это компоненты, которые входят. Впереди несколько дней постоянных встреч и переговоров. К примеру, о создании российско-индийского военного транспортника. Идёт подготовка новых контрактов, которые планируют заключить на авиасалоне в Жуковском в августе этого года. Анастасия Попова, Лея Бернацкий, Вести, Лебурже, Франция.